Добрый день! Некоторые зовут меня Аня, и я сегодня прочитаю вам лекцию о научном волонтерстве, если мне сменят презентацию. О научном волонтерстве я хочу рассказать потому, что я в него немного величина, поэтому вот решила рассказать вам об этом, отчасти из моего личного опыта, отчасти о том, что я прочитала для вас, готовясь к этой лекции. Итак, этим летом мне довелось побывать в Заполярье, где я вместе с голландскими учеными изучала миграции гусей, причем я на волонтерских началах, то есть я вообще изучаю летучих мышей, это не моя тема, но я отлично провела время. Когда я связалась с ребятами, спросила, а чем мы вообще там будем заниматься? Они сказали, мы будем ловить гусей с каяков. Я подумала, это хорошее занятие для того, чтобы провести один из месяцев лета таким образом, и должна заметить, что мы не только занимались серьезной наукой, к примеру, как вот этот череп атлантического моржа, который мы откапываем на этой фотографии, это очень ценная вещь, но он, к сожалению, весит 5 килограмм, и их бы не пустили в самолет с такой вот ценностью. Возникает логичный вопрос, зачем этим вообще заниматься? Ну, во-первых, потому что у каждого должно же быть какое-то интересное хобби. Ну, а если серьезно, то есть тому очень много важных причин. Во-первых, волонтерство — это возможность попасть туда, куда нельзя, в строгие природные резерваты, на вершины гор, в какие-то лаборатории и так далее и тому подобное. Во-вторых, это возможность усовершенствовать или выучить новые языки. К примеру, сейчас я знаю, что «Ахтонтахтах» — это не проклятие, а всего лишь 88 на голландском. Также это возможность получить новый опыт и новые навыки, от банальных до профессиональных. И кто знает, возможно, вы решите сменить сферу вашей деятельности и хобби станет делом вашей жизни. В этом случае вам помогут знакомства и рекомендации, которые вы можете завести во время волонтерства. Безусловно, это дает вам тонну сюжетов для фотоохоты, если вы фотолюбитель. И также это приносит впечатление и моральное удовлетворение. В этой лекции я скорее остановлюсь больше на таком естественно-научном и природоохранном волонтерстве, потому что отчасти мне это близко, отчасти потому, что я солидарна с комиком Джоном Карлиным, который хоть и не ученый, но подметил верно, что эта фраза в вольном переводе звучит как «Планета в порядке», а вот людям стоило бы побеспокоиться. Если вы замотивированы, как же вам начать? Есть множество сообществ, некоторые из них русскоязычные. К примеру, Greenboard. Я просмотрела их сообщество ВКонтакте, и вот что я вам могу рассказать, чем вы можете заняться, к примеру, летом. Вы можете поехать на Сахалин и поучаствовать там в эко-вахте. Это вот фотографии одной волонтерки, которая туда ездила в прошлом году. Вы можете поехать на Камчатку. В Кроноцком заповеднике вот в этих прекрасных местах требуются, как бы это ни было странно, реализаторы сувенирной продукции. Ждут волонтеров в Казахстане и даже в Беларуси. Причем хочу заметить, что русскоязычные комьюнити и вообще русскоязычные волонтерские программы в странах СНГ, они хороши тем, что с вас берут гораздо меньше денег, чем если вы будете поддаваться куда-то за рубеж. Не нужно знать язык, если вдруг вы чувствуете себя неуютно в знании английского или каких-то других вещей. И очень часто они оплачивают еду, поселение, и иногда даже подвозят из каких-то крупных городов до мест, собственно, там, где нужно волонтерить, до диких мест. Еще один проект, который заслуживает внимания, это Russian Travel Geek. Вообще он начинался так. Некоторые ученые из Российской Академии наук, молодые ученые, устали постоянно выписывать гранты для того, чтобы покрывать свои экспедиционные расходы. И они решили применить симбиоз науки и волонтерства и стали приглашать свои экспедиции туристов. То есть это так называемый научный туризм. Там человек, чтобы поехать, платит деньги, которые покрывают расходы на его там пребывание и на пребывание там ученых. Ну, нам это, можно сказать, не очень интересно, если бы они не расширили свою географию, то есть если бы они не стали ездить только на Камчатку, с чего все начиналось, и если бы в комьюнити не стали появляться уже чисто волонтерские вакансии, вот сейчас они там есть. Что мне еще нравится в этом комьюнити? То, что они привлекают туда женщин. То есть все думают, ага, суровые условия, значит, наверное, туда должны ехать только мужики в болотниках. Вот ничего подобного. Значит, ребята из Russian Travel Geek гордятся своими девушками сильными и смелыми и приглашают туда и других. Едем дальше. Вот это, кстати, фотография, снятая одним из участников Russian Travel Geek, которая взяла первый приз на конкурсе National Geographic по фотографии дикой природы. Это вот лисы на Камчатке. К слову о фотолюбителях-натуралистах, если здесь такие есть. Я хочу вам представить несколько коллажей, которые я составила из фотографий замечательного фотографа Сергея Рыжкова. Эти фотографии сняты уже в Украине, то есть вот за такими замечательными снимками не обязательно ехать куда-то далеко. Большинство из них снято даже в Харьковской области. И, да, в том числе вот эта фотография. И вообще я хочу сказать, что Харьков, который у меня съехал, это не только столица трамвайного дрифта, ребята. Это город, в котором есть множество проектов, в том числе очень экзотических, в которых вам, возможно, было бы интересно принять участие в качестве волонтеров. К примеру, если вам нравится кормить летучих мышей и ухаживать за ними, если вам нравится лазить в пещеры, то вы можете обратиться в Центр реабилитации рукокрылых. Они там этим занимаются. Если вам больше по душе велоквесты с поиском гнезд аистов, то вы можете поехать в Национальный природный парк Слобожанский. Вы спросите, когда же это будет, где и когда. Да, в Национальном природном парке Слобожанский в июле. Там ребята применяют вот такую ГИС-базированную систему, на которую волонтеры в течение всего года добавляют гнезда, гнезда аистов. А затем в июле волонтеры, значит, на велосипедах выезжают для того, чтобы проверить, какие из этих гнезд действительно аисты заселили. Это очень важно, потому что в нашей области проходит как раз-таки граница ареала этого вида птиц. И очень важно знать, в каких районах действительно он есть, в каких нет. Это важно для орнитологов и экологов. Если вам не нравятся аисты, допустим, вы насмотрели из фильма «Птицы Хичкока», то вы можете поехать учитывать бобров в тот же самый Национальный природный парк Слобожанский уже в ноябре, то есть чуть попозже. Этим они тоже занимаются. Также есть такая интересная инициатива «Друг природы». Эти ребята обустраивают экотропы. Они организуют вот такие экологические лагеря, там, где вы, приехав, можно сказать, оставляете после себя ничего такого, что повредило бы природе. И они сотрудничают с еще одной интересной инициативой – с пернатыми друзьями. Здесь вы видите фотографию с проекта «Жилье для птиц-урбанистов», где архитекторы разрабатывали вот такие вот гнездовья для птиц. К примеру, вот это домовый сыч. И для домового сыча сделали домик. Вы можете его попробовать найти на улице Воробьева. Также эти ребята издают там всякие книжки, проводят мероприятия и так далее. Еще одна инициатива – это экологическая группа «Печенеги». Они ведут борьбу в правовом поле. То есть, к примеру, вот эта фотография является доказательством браконьерского пресса в окрестностях другого национального парка – Двуличанского. Вот тоже можете этим ребятам помочь. Но что, если вы не полевой человек? Если вам не нравится, значит, где-то ходить, страдать, дышать дымом костра. Что же делать? Бросить волонтерство, бросить мысли об этом? Ни в коем случае. Для вас есть решение – это диванное научное волонтерство. И что вы понимали, это ничуть не менее почетно и интересно. К примеру, ну что вы можете сделать? К примеру, вы можете сделать вот такую игру. Да, Bad Trip – это игра, которую сделал волонтер нашего центра реабилитации рукокрылых. Там летучая мышка поедает насекомых. Из этой игры становится всем понятно, что это никакие не вампиры, а мирные и полезные животные. То есть это вот такая научно-популяризаторская, хорошая волонтерская инициатива. Есть еще более сложные штуки. Вот как вы думаете, что это такое? Поднимите руку кто-нибудь. Что это такое, как вы думаете? Кожа. Нет, это не кожа. Нет, это не диван. Еще? Нет, это не гриб. Это земля? Нет, это не земля. Нет, это не земля, в смысле даже не планета Земля. Это Марс, совершенно верно. И это волонтерский проект по исследованию поверхности Марса. То есть сидя на диване, вы с помощью распознавания вот этих разных символов, кстати, их есть множество, они называются там пауки, паучки-детки, значит, сеть каналов, земля, которая напоминает швейцарский сыр и кратеры. То есть если вы что-то нашли из этого на фотографии, вы просто там ставите галочку, и ученые знают, что на этой фотографии есть какой-то определенный объект. Потом, когда эти данные будут обработаны, получится так, что вы своим выбором повлияли на то, какую часть Марса будет фотографировать спутник. По-моему, это очень круто. Кстати, сделать это можно на вот этом сайте, который называется Zoo Universe. И у них есть множество вот таких вот волонтерских диванных, можно сказать, проектов, которые можно осветлять просто вот имея доступ в интернет. Вы можете делать все, что угодно, от расшифровки писем времен Второй мировой войны до наблюдения за кондорами в местах их обитания и до поиска черных дыр во Вселенной. Выбор широчайший. Вот ссылки на упомянутые мной ресурсы. Есть, на самом деле, еще очень много всего интересного в Харькове. Я попробую разместить об этом информацию под постом в сообществе. Ну и, безусловно, вы можете и должны присоединяться к проекту 15 на 4 в качестве волонтеров, в качестве лекторов. И это тоже сделает большой вклад в науку. Да. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. Летучих мышей кормят спинцетика мучными червячками. Они при этом мило чавают. Конечно, червячки умирают. На самом деле, это даже не червячки, это личинки жуков, но все их называют червячками. Да. Совершенно разные варианты. Все зависит от того, к какому волонтерскому проекту вы хотите присоединиться. То есть, есть специальные поисковые системы, где вы можете искать более дешевые туры, грубо говоря, менее дешевые. То, как я ездила, это было связано с тем, где я учусь. То есть, я училась на биологическом факультете, и на нашу кафедральную рассылку пришел с запросом. Ребята, не хотите ли вы поучаствовать? То есть, волонтерство бывает и в том числе такие околопрофессиональные. То есть, не все из них можно найти в открытом доступе. Ну, в принципе, мне просто сказали, ты знаешь английский, ты знаешь, как выглядит птица, и ты вроде как биолог, поэтому поехали с нами. Мне надоели мои родители. Я хочу свалить куда-нибудь далеко-далеко по тундру. Прекрасно тебя понимаю, Никита, да. А еще вопрос? Это вымышленная ситуация. Вопрос, что могут меня просто взять, потому что я просто маленькая и хочу свалить в тундру. Просто хочу свалить в тундру. Ну, смотри, я попробую ответить на твой вопрос. Дело в том, что тундра находится за границей Украины. У нас тундр нет. И дело в том, что пока ты не имеешь своего собственного паспорта, ты можешь путешествовать только если твои родители выпишут доверенность на того человека, с которым ты едешь. Поэтому совсем без согласия родителей тут не получится. Когда будет 18 лет? 16. Когда будет паспорт 16. Не, ну, смотри, друзья. Да. Если вся эта паспорт не делала, что она не хочет делать? Вот там был сайт, там прям крупную букву написано, что делать, если летела летучая мышь. Но я могу вкратце ответить. Все зависит от того, это зима или лето. Если на улице лето и дело к вечеру, то вы можете просто ее спокойно попробовать выгнать на улицу, то есть раскрыть широко окно и, значит, каким-нибудь венечком ее туда направить. Если на дворе зима, то делать этого ни в коем случае нельзя. Или если на дворе день, потому что хищные птицы, как только летучая мышь днем окажется на улице, они ее тут же съедят. Если на улице зима, то вам нужно как-то ее упаковать. Опять же, на сайте там есть даже видео о том, как это правильно делать. Единственное правило, не берите мышь голыми руками. Никогда. Потому что она может вас укусить, как любое животное, которое вы попытаетесь взять силой. И вам, может быть, от этого неприятно, и больно вы сделаете мышь, если вы ее отбросите. Значит, ее упаковать и позвонить в центре реабилитации, и дальше вам все расскажут, помогут, приедут, заберут. Еще вопросы? Окей. Я же говорю, все зависит от того, куда вы едете. То есть если это постсоветские страны, то обычно ваши расходы – это билет до того места, где вы хотите волонтере. То есть если вы хотите на Дальний Восток, то это гораздо дороже, чем если вы захотите по волонтере, скажем, не знаю, в средней полосе России. Хотя даже в средней полосе России есть интересные вещи, как, допустим, выгуливать птенцов-стерхов в костюме их мамаши. Вот, по-моему, это тоже достаточно интересно и забавно. А если это волонтерские программы зарубежные, там вы захотите куда-то, не знаю, в Австралию там поехать, или в Африку, туда обычно большой наплыв волонтеров, и они берут деньги за то, что они организуют это волонтерство, за то, что они вас кормят, за то, что они вас поселяют. То есть там, конечно, уже побольше денег нужно. Вот, так что такое. Хотя на самом деле интересно везде. И я же говорю, и в Украине, и за границей. Ну, на самом деле сложно сказать, потому что я… Ну, если считать волонтерство в моей летучемышной экспедиции, то там будет, ну, достаточно много. То есть у меня были такие экспедиции, когда у меня почти что не было денег ни на что, ни на еду, ни на проезд, и я ехала автостопом. Вот, то есть, ну, достаточно много, я бы сказала так. А есть какие-нибудь варианты, хотя бы слегка оплачиваемого, но это уже не будет волонтерством? То есть волонтерство, оно как раз завязано на том, что это неприбыльно для тебя лично. То есть если оно уже хоть чуть-чуть оплачиваемо, то разве что за еду. Вот я когда ехала за полярь, я думала, что я туда еду за приключения и за еду. Ну, в общем-то, так оно и получилось. Сколько длилась ваша полярная экспедиция? Я там была месяц, но сам проект длился 3 месяца. То есть просто туда, ну, некоторые люди там были костяк экспедиции, они там сидели все 3 месяца, а некоторые люди туда заезжали порциями. Это тоже было важно для тех, кто там находится, потому что мы привозили еду. Я помню, как мы ходили по магазину и такие, ой, 15 пачек овсяного печенья? Да не, это много, возьмем 10. Как мы потом об этом пожалели? Вот, да, я была там месяц и, ну, было здорово. Зимой, да, было? Это было лето, потому что, ну, зимой в Заполярье, ну, тяжело. То есть летом там нормально, просто они чуть-чуть прохладно. Но там здорово, там нет людей, там нет... Там нет телефонной связи, там нет интернета, там чистая вода. Это был не город, это была деревенька, которая называлась Тапседа, заброшенная рыбацкая деревня. Ближайший город — это Нарьанмар, но от него нужно было еще на вертолете лететь. Ну что, все? Спасибо. 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 Продолжение следует...